Вот и смех и грех, господа, Financial Times назвала Владимира Путина обликом уходящего десятилетия, и я вот даже не знаю. Порадоваться этому событию или наоборот расстроиться, это все, что влиятельное зарубежное издание может сказать про главу моей страны. 20 лет человек руководит государством, которое когда-то являлось одной из сверхдержав, и все, чего он добился за эти 20 лет, назван обликом уходящего десятилетия. А еще через какое-то время, видимо, в снежинки его запишут. Вот это я понимаю, историческая личность. Начинаем! Опять российских миллиардеров в ушедшем году разбогатели на 27 миллиардов долларов. Прикиньте, нам пенсионный возраст увеличивают, данью дополнительные обкладывают в виде налога на самозанятых, или правильнее будет сказать, налога на безработных. Почему? Денег, потому что в стране нет, и ребята вон богатеют. Интересно, с чего? Может быть, потому что резкий подъем экономики в России случился? Нет. Бюджет стал суперпрофицитным? Тоже нет. Тогда каким образом у пяти наших соотечественников звонкой монеты в кармане прибавилось? Ах, так для них же налоговые льготы ввели, недоедают, господа. Вот для тебя налоговые льготы не предусмотрены. И для тебя тоже, и для меня. А для Алишера Усманова и Игоря Сечина очень даже предусмотрены. Ну, давайте проанализируем, что они такого сделали, выдающегося, за что такие бабки имеют. Я все же решил необходимым сделать для себя это в виде обращения к тем людям, которые, возможно, пока еще думают, что ты говоришь правду. Их мнение для меня важно. Тем более, что к интернету я имею гораздо более глубокое отношение, чем ты. Я его не пользую, я его развиваю. Ну, вот с вас, господин Усманов, и предлагаю начать. Вы там говорили, когда с Навальным у вас перепалка случилась, и будь-то интернет развиваете. А можно узнать, в какой стране? Вот компания Google, мы видим, что развивается ее капитализация сегодня выше, чем у российского «Газпрома». Китайская «Алибаба» по итогам ушедшего года стала самой дорогой интернет-компанией в Азии. А чем может ответить Mail.ru Group? Тем, что отжали в свое время у Дурова одну из самых перспективных соцсетей в мире. И что же с этой соцсетью стало? Ой, так ее же угробили. Была одну из самых перспективных, а стала просто соцсетью, которая абсолютно никому не нужна, которую и продать-то сейчас невозможно. Что вы знаете об Игоре Сечине? Я знаю многое, но я промолчу. Можно? Нет, ничего не знаю. Не интересуюсь. Ну, глава Роснефти. Очень мало на самом деле. Практически мы ничего не знаем, кроме того, что он возглавляет Роснефть и периодически возникает в новостях. Никакой дополнительной информации такой, с биографией его, я говорю, мы не знакомы. И что он делает, конкретно не знаем. Наверное, об этом есть информация, но мы не интересовались. Глава Роснефти, бывший помощник Путина, больше ничего. Еще один разбогатевший, о котором, оказывается, никто ничего не знает, причем Сечин, друзья, это не бизнесмен. Это скорее чиновник, возглавляющий государственную Роснефть, но тоже миллиардер. Если кто-то забыл, напоминаю. Роснефть возникла, когда государство отобрало у Ходорковского ЮКОС, вернее не так. Не государство отобрало, а группа людей, пришедших в кластье. Это нам с вами врали, мол, мы эту компанию национализировали. Нет. Потому что национализировали, это взяли акции того ЮКОСа и раздали гражданам. Теперь, ребята, вы все являетесь совладельцами. В данном же случае ЮКОС прикарманила определенная группа лиц, в том числе Игорь Сечин. Нам как ничего не принадлежало, так и не принадлежит. Просто одни, братки, отжали у других жирный кусок. Теперь как этот ЮКОС Роснефть развивался после рейдерского захвата? А никак. При Ходорковском он был крупнейшей в мире частной нефтяной компанией. Крупнейшей, подчеркиваю. При Сечине стал просто нефтяной компанией, которая даже в масштабах отдельно взятой России не самая крупная. Вот это поворот. Вот это эффективное управление. Вы меня рассмешили. Более того, когда Роснефть была еще ЮКОСом, она активно вкладывалась в социалку. Вокруг нее отстраивались два города – Сургут и Нефтьюганск. Сегодня эти города могли бы стать суперсовременными мегаполисами, и люди бы ехали в поисках заработка не в Москву, а не ехали бы на север. В средстве чего те территории еще активнее развивались бы, но Сечинца-товарищи пошли по другому пути. Просто пробросили трубу в Европу и гонят по ней сырье. Это сырье не работает на экономику страны. Это сырье не работает на обслуживание социальной сферы. На создание инфраструктуры для россиян, если совсем на пальцах, труба Роснефти с одной стороны воткнута в землю, а с другой – в карман к дяде Игорю. Вот так вот эти ребятишки богатеют, господа. Браво! Это реальная журналистика. С Новым годом всех. Поехали! Приятная новость для налогоплательщиков. Расширен список регионов, где уже с 1 января тем, кто не имеет постоянной работы, нужно будет регистрироваться в качестве самозанятых и отдавать 4% с каждого заработанного рубля куда-то там. Я бы, конечно, сказал в бюджет государства, но меня терзают смутные сомнения. А в бюджет государства ли или, может быть, в чей-то еще? У нас же никто понятия не имеет, как финансисты из правительства распоряжаются казенными средствами. Вот, пожалуйста, свежая новость. Россия выделит 5 миллионов долларов на снижение детской смертности в Северной Корее. Слушайте, я так рад! Ну, наконец-то, северокорейские детишки умирать перестанут, а нашим мы смс-ками через телевизор продолжим собирать на лечение. У нас прекрасные врачи. Но так называемая модернизация здравоохранения или реформа здравоохранения привела к тому, что вообще человеку в больницу, особенно к специальному врачу, к специалисту попасть очень сложно или невозможно. Вы представляете, средний доезд до больницы в сельской местности – это 80 километров. Представляете, женщина рожает, ей нужно проехать на машине 80 километров, чтобы получить п***нскую помощь. И эта медицинская реформа и вот эти вот действия власти привели к тому, что мы оказались на 55-м месте. Думаете, все, что ли, про налоги? Я закончил? Нет. Есть у меня еще чем вас порадовать? Так вот, пока мы все дружно, развесив уши, слушали нашего горячо любимого президента в конце декабря, ну там о прорывах, о расширении геополитического влияния и прочее бла-бла-бла, короче, пока мы с вами все это слушали, в правительстве затеяли реформу налогового кодекса, если по-простому министры в данный момент обсуждают увеличение ставки НДФЛ с 13% до 16%, с чем я вас и поздравляю. Там, правда, есть одна оговорка для малоимущих, зато планируется данный налог вообще отменить. Вот только по каким критериям будут определяться те малоимущие, и одному богу известно. Что возьмут за основу? Прожиточный минимум – это 11 тысяч сегодня, а может быть и размер потребительской корзины – это уже 3,5 тысяченки. Давайте эксперимент. Петербург и Москва. Мы на это даже согласны, потому что там в основном эти 20 тысяч налогоплательщиков находятся. Хотите дальше во втором чтении говорить? А куда эти деньги? Конечно, они в регион. Почему я всегда с недоверием отношусь к таким инициативам? Ну, давайте приведу конкретный пример. Помните, несколько лет назад пытались ввести налог на роскошь, и народ тогда аплодировал. Говорили, да-да-да, давно пора. Пропагандисты из штанов выпрыгивали, как обычно. А я, вы знаете, взял да и почитал тот законопроект, и о чудо! Догадайтесь, о какой категории граждан в нем шла речь? В смысле, кого планировали тем налогом обложить меня? В смысле, граждан, доход которых составляет более 45 тысяч рублей. Бинго! Примечательно, что яхты, дорогие часы, автомобили представительского класса под действие данного законопроекта не попадали. А вот россияне, которым хоть немного повезло, и которые хоть как-то сводят концы с концами, оказывается, роскошно живут! Поэтому что-то как-то без энтузиазма я воспринял новость о грядущей налоговой реформе с прогрессивной шкалой поборов. Я даже больше, чем уверен. Сечин и Усмановы снова ничего платить не станут, а вот мы с вами. Ну и под занавес еще немного о том, как устроена российская экономика, а точнее о том, почему наша страна в обозримом будущем не войдет ни в пятерку, ни в десятку, ни даже в двадцатку крупнейших экономик мира и так. Каждый раз, проезжая мимо этого здания, я улыбаюсь. Посмотрите на его масштабы. Теперь что это за здание? А это офис компании Синара Групп. Вообще вся Синара Групп это до 2,5 завода, которые делают запчасти для электровозов. А в том здании сидят управленцы, управляют они чем-то. Если совсем по-русски, представьте, у каждого рабочего на шее висит управленец, да не один. То есть он, рабочий, в цеху деталей вытачивает за 20 тысяч, а эти бумажки в офисе перекладывают, получая от 50 и выше, именно получая. Потому что зарабатывает во всей этой схеме только один человек, рабочий. Он же кормит всех этих паразитов. Господа, я боюсь, что с таким подходом мы никакой экономики не построим. Это ведь только один пример. А на самом деле на каждом заводе дорбоедов-менеджеров вагон и маленькая тележка. Все. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube-страничку сверху. Заглядывайте. Там больше серий этого сериала. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за сим. Спешу откланяться пока. Пока.